начал делать супер печь на отработке в качестве бака я взял бушный водогрейный бак размерами ширина 15 сантиметров другой размер 30 и 3 размер 36 объем этого бачка 15 литров у него есть два отверстия с резьбой вот это под заглушку это будет днище это будет днище а здесь будет по патрубку подходить масло от дополнительного бачка сейчас я начал делать горелку размер горелки длина 40 сантиметров вот так 40 сантиметров наружный диаметр 7 с половиной внутренний диаметр 6 половиной толщина стенки 5 миллиметров я делаю отверстия технология какая значит сначала я пробиваю перном в данном случае дюбелем пробиваю отверстия намечаю их через пять сантиметров а потом сверну дрелью диаметр отверстия будет 5 миллиметров таких отверстий будет сейчас посчитаю 6 умножить на 424 48 отверстий сегодня думаю закончить эту горелку и приварить ее верхней крышки вот отсюда приварю горелку начал делать 31 января 2016 год сегодня евгений никулин сварил мне супер печку вот из такого водогрейного бака четыре ножки приварили из уголков тридцатки высотой по 22 сантиметра здесь вот проварили горелку здесь проварили снизу горелку вот к этой пластине шестиугольной толщиной 8 миллиметров и дальше толстостенная труба высотой 80 сантиметров и толщиной 1 сантиметр дальше пойдут вот такие аналогичные трубы толщиной менее миллиметра на вытяжку вот туда параллельно здесь отверстие для заливки отработки и для поджига 2 февраля сегодня я с трудом раскопал под снегом 4 половинки кирпичей под угольники и установил супер печку над асбестовыми трубами из которых идет охлажденный воздух для последующего нагрева здесь у меня сверху лежит крышка которая тяжелая которая прикрывает отверстие для розжига и заливки отработанного масла я заказал лопеного хозяйственном магазине вот здесь уголок вот такой только из нержавейки который будет под углом 45 градусов направлять вот на ту правую половину параллельно вот этой асбестовой трубе вот такую трубу которую я тут приготовил вот она лежит двухметровая труба будет под углом 45 градусов выходить на улицу через два дня 5 февраля 2016 год за 500 рублей я приобрел вот такой уголок патрубок под углом 45 градусов из имеющихся труб диаметром 145 собрал на выход дымоход на улице на улице он выглядит вот такой уклон под 45 градусов и сделал козырек для того чтобы вода не затекала сейчас пойду наберу масло отработки и начну испытания начал делать 6 февраля я разжег супер печь на отработки вот ее труба большой дым выходит а вот там высокая труба вертикальная это на дровах начал делать вот я сейчас разжег масло уже горит внутри бака запальник я вытащил теперь можно для того чтобы печь горела дольше немножко прикрыть задвижку тут самое главное масло не разливать на бачок иначе она может вспыхнуть такие меры безопасности дырочки я сделал 6 миллиметров и всего 64 24 штуки чтобы уменьшить расход топлива работают однако сейчас я топлю и печку дровами вот этот поросенок и супер печные отработки вот плюнул температура уже больше 100 градусов вот на этом радиаторе не радиаторе расширитель вот такие дела работает однако я залил 5 литров посмотрим насколько скажут насколько хватит этого масла какой расход вот сейчас печь разгорелась вы видите как вот в этой горелке загорают пары масла а в бачке полыхает пламя нужно отрегулировать подачу все будет нормально начал делать в процессе работы я сделал запальник на основе войлока толщиной 5 миллиметров такие кусочки которые проходят вот в это отверстие вот так вот потом я его смачиваю отработкой и немножко ой-спиритом и наливаю несколько ложек ой-спирита в бачок в процессе работы я расширил отверстия с 5 до 7 миллиметров сейчас разожгу попробую наверно должно лучше гореть и больше тяга вот я разжег запальник он у меня примерно 65 сантиметров длиной чтобы не обжечься и теперь отправляем его в бачок поскольку на налил две ложки его отспирита разгорается очень быстро чем больше отверстия тем больше кислорода идет тем быстрее разгорится а 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 вот так хорошо горит с отверстием 7 миллиметров 24 отверстия через 90 градусов я пока запальник не вытаскиваю чтобы масло разогрелось и само возгоралось внутри бака пока надо организовать тягу здесь о какая красота рука чувствует тепло на расстоянии 20 сантиметров но обычно эта труба раскаляется до красна сюда в отверстие входит кислород и в пламени сгорают догорают пары масла а в расширителе происходит нагревание стенок и пространства вокруг супер печки в отверстие стежка т т т т Войлок на запальнике хорош тем, что он долго не выгорает И можно хорошо прогреть масло Я иногда опускаю его в запальнику масла, чтобы напитать Войлок А потом направляю для организации тяги вот сюда К основанию горелки Ни в коем случае нельзя, чтобы вода попала в этот бак Сразу пойдет пена, как лава, может быть, пожар Поэтому никаких чайников сюда ставить на бачок нельзя Поехали 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 Может чуть-чуть прибавить И практически дыма нет Вот там справа дровами, а здесь отработкой Шум показывает правильность работы печи Желаю вам успехов Поехали Поехали Поехали